Рассмотрим десятичную запись числа единица, деленная на три в сотой степени. Это чисто периодическая десятичная дробь. Оказывается, любая последовательность из 46 цифр встречается в ее периоде. Ну, имеется ввиду то, что период записан как бы по кругу. Другими словами, если вы выпишите период, период, период и так далее, то, когда вы выпишите любые подряд 46 цифр, в каком-то месте отменяются. Ну и, соответственно, сдвигаясь на период, это будет, будет, будет. Мне кажется, это довольно удивительный результат, потому что число 46, согласитесь, довольно большое. Если бы я сказал, что там любые три подряд цифры, то это было бы совершенно неудивительно. А вот, оказывается, вы можете произвольно написать 46 цифр, и все равно в каком-то месте вот этой абсолютно конкретной дроби, единица делить на три в сотой степени, это встретится. Каким образом будем решать эту задачу? Ну, вот как. Давайте выпишем эти самые 46 цифр. И напишем так. Ноль целых А1, А2 и так далее, А46. Вот эти вот наши цифры, да? Мы хотим, чтобы, когда мы записали дальше, какие-то другие цифры, уже не взятие перечить, какие-то другие, то это была бы дробь с знаменателем 3 в сотой степени. Правда, понимаете, не очевидно, что здесь годится любой числитель. Давайте поймем, когда мы делим единицу на три в сотой степени уголком, какие тут появятся остатки? Для этого надо понять, во-первых, какая же длина периода, вот длина нынешнего периода. Это функция L от числа 3 в сотой степени. Мы помним, что это то же самое, что L от 3 в степени 2 плюс 98. И это есть L от 3, то есть единица, умножить на 3 в 98 степени. То есть это просто 3 в 98. Вот такой период. Смысл в том, что L от 10 в первой степени минус 1 делится на 3, делится на 9 и при этом не делится на 27. Отсюда у нас вкладка Теарема на все доказывается. Отлично. Значит, всего длина периода 3 в 98 степени. И в качестве вот этих самых чисел M будут вот столько вариантов разных чисел. 3 в 98 степени вариантов для числителя. Нельзя ли как-то понятнее эти числители охарактеризовать? Можно. Дело в том, что когда вы делите уголком, то вы все время умножаете единицу на, ну, там то, что получается, на 10. 10 сравнимо с единицей по модулю 9. Значит, вот это самое число M непременно сравнимо с единицей по модулю 9. Ну, внимание. Среди всех остатков отделения на 3 в сотой степени. Чисел, которые дают остаток 1 при делении на 9, ровно 1 девятая. А 3 в сотой делить на 9, это как раз 3 в 98. Значит, в качестве числа M может выступать любое число от единицы до 3 в сотой, которое сравнимо с единицей по модулю 9. Вот, на самом деле, задача почти что решена. Мы поняли, что это, чего мы хотим от этого самого числа M. Осталось вот что. Давайте мы обозначим вот это число как некоторое целое число, деленное на 10 в сотой шестой. А натуральное число, записанное цифрами. А 1 на 2 и так далее. А в сотой шестой. И в таком случае, вот, это равенство, то, что здесь, можно сказать, какие-то единичные цифры, приобретет довольно понятный вид, что дробь M разделить на число 3 в сотой степени больше, чем А, деленное на 10 в сорок шестой, и меньше, чем А плюс 1, деленное на 10 в сорок шестой степени. Хорошо. Теперь умножим обе части этого неравенства на 3 в сотой степени. Тогда оно приобретет совсем понятный вид. M, напоминаю, что M, мы ищем как число, дающее остаток 1 при делении на 10, никаких других условий не понимаем. Меньше, чем 3 в сотой степени разделить на 10 в сорок шестой умножить на А плюс 3 в сотой степени делить на 10 в сорок шестой. И при этом M должно быть больше, чем 3 в сотой умножить на А разделить на 10 в сорок шестой степени. Здесь речь идет о попадании числа M на некоторых интервалах. Длина этого интервала, вот такая, 3 в сотой разделить на 10 в сорок шестой. И нас интересует остаток 1 при делении на 9. Числа, дающие остаток 1, отделены друг от друга на расстояние 9. Поэтому, если мы с вами докажем, что вот эта длина больше 9, то задача будет решена. Значит, достаточно для решения задачи показать такое неравенство. 3 в степени 100 больше, чем 9 умножить на 10 в сорок шестой степени. Другими словами, 3 в девяносто восьмой степени больше, чем 10 в сорок шестой. Извлечу корень терапевтической степени. Значит, достаточно доказать, что 3 в сорок девятой больше, чем 10 в двадцать третий. 49 это 46 плюс 3. Поэтому надо доказать, что 27 умножить на 9 в двадцать третий больше, чем 10 в двадцать третий. То есть, вместо вот этого неравенства, давайте докажем такое, что это больше, чем даже в двадцать четвертой степени. Тогда понятно, что здесь больше, чем в двадцать четвертой или больше. Что такое 27? Это три фурики. Значит, достаточно доказать, что тройка больше, чем 10 в девятых в восьмой степени. Ну, давайте запишем так. Три умножить на 9 в восьмой больше, чем 10 в восьмой. Ну, смотрите. Три умножить на 9 в восьмой это больше, чем 3 умножить на 80 в четвертой. Потому что 9 в квадрате это восемьдесят один, а восемьдесят один больше, чем 80. А это есть три умножить на 2 в двенадцатый умножить на 10 в четвертой. А три умножить на четырех тысяч девяносто шесть и на 10 в четвертой больше, чем 12 тысяч умножить на 10 в четвертой. А 12 тысяч больше, чем 10 в четвертой. И это значит, это все больше, чем 10 в четвертой на 10 в четвертой. То есть, больше, чем 10 в восьмой. В общем, я доказал это. Задача, разумеется, была совершенно не на тему этого неравенства. Имелось в виду, что просто вы на регуляторе как-нибудь там посчитаете. Про регулятор не шутка. Потому что, если вы возьмете логарифм, то фактически нужно будет доказать такую штуку, что 49 разделить на 23 умножить на десятичный логарифм трех больше единиц. Логарифмы калькуляторы в нержневном режиме великолепно считают. На 49 умножить на 23 разделить тоже умеют. В общем, в любом случае задача замечательная и устроено разложение в периодическую дробь замените довольно случайно могло. что такое случайно одно из определений из жизни что-то из пришедших в какой месте ни возьми, там поздно еще написано. Здесь так и есть. Любые 46 подряд идущих цифр в разложении числа единицы делить на три в сотой степени встречаются. Мы сейчас с вами это показали.